Здравствуйте. Прямо на неё полезно, жарко будет. Дмитрию Овсяникову рассказали об объёмах выполненных работ и о том, что они были сделаны в сроке. Подрядчик полностью демонтировал старое покрытие и перед укладкой профлиста нанёс биозащиту. А ещё в доме появились новые ливнёвки. Я осмотрел очередной дом, по которому были выполнены работы по капитальному ремонту. У нас большое количество видов работ, 470. В понедельник на аппаратную я проверю, как идёт ход работ. Из 146 крыш половина уже сделана. То же самое по инженерной инфраструктуре. В понедельник мы более подробно осмотрим. Здесь мне было интересно увидеть, есть ли недочёты, недоделки. По словам руководителя города, старшие по домам обязательно должны обеспечивать контроль работ, которые выполняет департамент городского хозяйства правительства Севастополя. Ведь подрядчик оценивает свою работу всегда достойно. Здесь был старый шифер, на который мы потом поменяли его на профлист. Значит, крыша здесь составляет 2351 квадратный метр. Начали мы её делать в конце февраля. Сумма была потрачена в районе 4 миллионов рублей. А долго делали крышу? Два месяца. Ремонт самой большой кровли в Севастополе был завершён ещё в апреле этого года. Крыша прошла испытания дождём и ветром. Все замечания жильцов дома были устранены и сейчас. Люди, живущие на верхних этажах, остались довольны. А вот старожилы дома говорят, что их кровля была в нормальном состоянии. Да, местами протекала. Больше жаловались на птиц, устроивших себе пристанище под крышей дома. Всё же было на распашку, хлопало. Там голуби селились, извините. Умирали. Да, это всё для прессы. У меня есть своё мнение, конечно. Я не знаю, почему их включили в этот самый. У нас были в своём разногласии. Одни хотели инженерные сети ремонтировать, другие хотели крышу. А поскольку выделено крышу, нам было сказано компетентными людьми, что у нас деньги отберут вовсе, если мы хотим экспериментировать. В каком доме в первую очередь необходимо сделать ремонт кровли, подвала, фасады или коммуникации, решают муниципалитеты. Они составляют списки счастливчиков на капремонт и передают специальной комиссии, созданной при Департаменте городского хозяйства. Такие же права есть и у севастопольцев. Они также вправе вносить свои предложения и корректировать программу капремонта своих домов. Предложения в эту комиссию могут и имеют право вносить как жители соответствующих домов, так и муниципальные органы. Все денежные средства от взносов на капитальный ремонт по таким домам поступают на общекотловой счёт. За счёт этих денежных средств производится ремонт крыши соответствующей программы капитального ремонта города Севастополь. Представители заказчика взяли на карандаш все пожелания жителей по дальнейшему ремонту многоквартирного дома. Получилось, что на зависть соседям. Жительница дома номер 20 по улице Репина, не сдерживая эмоций, высказала чиновникам наболевшее. Несколько лет она не может добиться ремонта кровли своего дома. Я на Путина сейчас узнаю, прямой эфир, как туда мне написать письмо. Через правку 20-й Репина. У вас кровлят ещё, да? Полностью нет уже крыши. На эти дома никто не обращает внимания. А девятиэтажки, девятиэтажки вкладываются деньги. Ненормально это всё. Чиновники пообещали разобраться и в этой ситуации. Маргарита Пронина, Виталий Козловский, Севинформбюро.